Это послание световых цивилизаций с целью эволюции и ответ на ваши запросы относительно контакта с световыми цивилизациями, с ангельскими существами и относительно вашего будущего, будущего всей планеты и цивилизации. В божественном плане ваши тела были продуманы как уникальные механизмы. И если вы обратите внимание на природу, вы увидите, как совершенно творит Бог. Бог — это чистая Любовь, и Он создавал ваши тела с чистой Любовью. И эта божественная энергия создала совершенную форму. И если вы посмотрите на себя в зеркало, вы увидите, насколько вы уникальны. Ваши телесные механизмы продуманы до мелочей. Ваши все системы — это совершенная божественная карта. И Бог — это та разумная субстанция, которая создавала это не для болезни и страдания. Зачем Богу создавать такую совершенную форму и запускать болезни? И сейчас, если вы осознаете, что есть этот божественный закон, есть эта структура, которая может вас исцелять, и при условии, если вы примете на себя этот космический закон, как «я есть существо света, я вхожу и принимаю единство, принимаю Любовь, как за основу своего существования, принимаю основу мироздания, как Любовь Творца», вы сможете использовать эту энергию, вы сможете с помощью божественной субстанции исцелить свои тела, исцелить самостоятельно. Если говорить о световых цивилизациях, для чего они приходят в поле и как можно с ними связаться, как они живут и каков смысл человеческой жизни на планете сейчас? В первую очередь световые цивилизации просачиваются как вибрационные послания. И если вы хотите получить ответ на вопрос, как они выглядят, то световая цивилизация, которая чаще всего транслирует для вас аудиосистемы, эта цивилизация не имеет речевого аппарата, но в то же время эта цивилизация имеет похожее восприятие жизни на человеческое, поэтому эта раса может контактировать с людьми. Эта цивилизация имеет тела, подобные людям, подобное очертание, но вибрационная частота тела настолько высока, что двумя глазами люди не могут увидеть тела этих существ. Жизнь у этой световой цивилизации отличается тем, что отсутствует логика. Но отсутствие логики на уровне такой цивилизации не является чем-то плохим, потому что если у людей логика — это какой-то особенный механизм, и ум, и большое количество знаний в 3D-плотности ценится как что-то особенное, важное, где слово «умный» звучит как чувство чести и гордости за себя, то у световых цивилизаций отсутствие логики имеется в виду как сверхвосприятие реальности на очень расширенном уровне сознания, где охватывается не только своя планета, но охватывается огромное количество других планет, цивилизаций, систем, и выход за пределы планетарного масштаба, где существа настолько владеют волновой активностью своего механизма тела, что отсутствие логики — это как сверхсознание. И поэтому такие существа могут охватывать и низкий частотный диапазон, в принципе, понимая таких существ, как люди, и поэтому они имеют возможность помогать людям, но в то же время они не функционируют на этом плане. У них логика отсутствует, но в то же время они могут охватить этот диапазон. Из-за отсутствия логики они живут совсем в другом измерении, и у них совсем другие ценности, по той причине, что у цивилизации людей совсем другой уровень жизни. У них постоянно есть интерес к предметам, они любят смотреть, слушать, наблюдать. Люди очень часто любят анализировать, думать, выбирать. В социальной структуре человечества есть огромное количество разных информаций, игр для разума. И люди находятся в очень ускоренной волновой активности коротких мыслительных структур, низкочастотных каких-то желаний и идей. В то время как световые цивилизации находятся на очень длинных диапазонных энергиях, полях, которые совсем по-другому вибрируют. И даже для того, чтобы войти с ними в контакт, нужно очень сильно замедлить свою частоту, замедлить в плане скорости и повысить её в плане вибраций. Отпустить огромное количество мыслительных процессов, потому что когда много мыслей, это огромная скорость. И после замедления повысить частоту вибраций. Тогда вы можете настроиться на канал световых цивилизаций и начать с ними общаться. Эти световые цивилизации находятся в божественном плане сознания, где есть Любовь, Единство и осознание себя как независимого космического существа Света. И вот в таком сознании, в таком измерении они функционируют. Для них не существует так много игр, как для людей. И если бы многие из вас оказались бы резко в их измерении, вы бы почувствовали скуку, потому что для человеческого ума это кажется скучным, потому что вы привыкли к логике, к контрастам, к постоянному впитыванию какого-то опыта. Вам нужно всё время занимать себя чем-то, занимать каким-то действием, какими-то поступками, куда-то идти, что-то делать. Вам нужно даже постоянно о чём-то думать. Многие люди даже любят думать о чём-то. Постоянно есть разнообразную пищу, получая разнообразный вкус. И это прекрасно, и это тот опыт, который вы получаете. И если бы вы оказались в этом измерении, вы бы почувствовали сильную тишину. Это абсолютно другое измерение. Но измерение — это особенно тем, что там есть счастье, там есть Любовь, там отсутствует страдание. И чтобы сонастроиться с этими световыми цивилизациями, вам просто необходимо вывести себя из погони, погони за идеями, погони за счастьем снаружи материального мира и погрузиться в себя. И если вы начнёте чувствовать себя, вы сможете связываться с этими световыми цивилизациями. И контакт с ними будет не таким, как контакт с людьми, где вы общаетесь логически, но контакт будет на уровне интуиции. Потому что, чтобы войти в контакт со световыми цивилизациями, важно чувствовать Любовь безусловную, Любовь сердцем. И только на уровне Любви можно войти в контакт с ними, потому что здесь существует закон притяжения. Если вы не вибрируете на открытости, на доверии, на Любви, вы не можете притянуть их, потому что они вибрируют на Любви и доверии. Вообще световые цивилизации наблюдают за тем, что происходит на планете, потому что они просто чувствуют притяжение к засвечиванию ваших сердец, потому что вы начинаете вибрировать на той же частоте, что и они. И вот как вы видели лампочки, которые мерцают и вибрируют, и перетекают, как на новогодней ёлке, так они видят, как на планете начинают вибрировать и перетекать потоки ваших душ и ваших сердец, которые загораются. И так бывает, что есть свобода выбора. Вы видели, что ёлка может вся светиться. Все лампочки могут гореть, но какие-то могут перегорать. Это ваш выбор — не светить, не быть в этом празднике. И ваш же выбор — загореться и светить. То, что происходит на Земле, ваша эволюция для световых цивилизаций как праздник, как что-то приятное. Уникальность в том, что вы можете получать от них поддержку, потому что они осознают, что вы присоединяетесь к Божественной Сети Света. И для них это расширение счастья и Любви является безусловным процессом. Там другие законы. Там нет закона собственной выгоды вообще. Там есть единый закон — Любовь. Единый закон — Бога Свет. Единый закон — Единство. У них нет вообще разделения, поэтому у них нет собственной выгоды, потому что у них отсутствует чувство индивидуальности. Это не значит, что они все как один организм визуально. Они все отдельные существа, очень красивые, утончённые, но они все включены. У них все каналы между собой, вот соединённые, они выглядят очень как красивая такая мандала, как структура такая совершенной формы, которая идеально функционирует. Когда у вас возникает расширение сердца и сознания, вы становитесь любящим, открытым существом, они просто автоматически к вам подключаются. Они никогда не могут к вам подключиться, когда вы закрыты. Даже если вы хотите от ума, от логики, от какой-то выгоды, это невозможно. И они, по сути, вас как не видят в эти моменты. Они вас просто не чувствуют, вы для них невидимы. Вы становитесь видимыми только тогда, когда вы открываетесь, доверяете и обращаетесь с Любовью. Тогда они входят в ваше поле. И из-за того, что на планете огромное количество людей, любящих сейчас открытых, сердечных, светлых, они просачиваются как информация, чтобы сказать вам на человеческом языке, как же с ними общаться. И они приносят информацию о самоисцелении, потому что только когда вы исцелитесь, вы сможете с ними входить в общение. Потому что когда тело не исцелено и заблокировано, вы не можете почувствовать сигналы божественные. И это не только для того, чтобы общаться со световыми цивилизациями, а это подготовка к общению с божественной разумной субстанцией Света, со своим Духом. И если говорить о том, как наконец-то людям самоисцеляться, потому что если уже приходит световая цивилизация сюда для того, чтобы пообщаться с людьми, то она приносит людям дар, безусловный напоминание о том, как вернуть себе божественное самоисцеление. И вот вам ключи. Первый ключ для того, чтобы самоисцеляться, это отпустить недоверие и опасение. Когда люди боятся, что что-то не так, когда вы верите в болезни, когда вы верите, что мир негативен, то сейчас приходит ключ к тому, чтобы вы освободились от этого. Отпустите всё это, если оно вам мешает. Так внутри вас есть программа опасения, недоверия, защиты и напряжения. Вам предлагается ключ, чтобы вы просто расслабились в первую очередь. Второй ключ — это программа доверия, программа впускания света. И порой возникает внутренний конфликт, потому что старые программы загораются, как красный свет, и начинают порождать такое сопротивление. Но когда вы осознаёте, что это просто переустановка старой системы, которая начинает скрипеть во время того, чтобы запустить новый процесс, вы это чувствуете, отпускаете и принимаете новую программу. И со временем приходит этот зелёный свет, облегчение, обновление, озарение. И это будет сначала попеременно, потому что вы будете чувствовать в какие-то периоды снова возвращение в негативные какие-то вибрации, но вы снова же будете опять возвращаться в положительный частотный диапазон. И это требует определённого времени. Вы не войдёте сразу в новые энергии. Третий ключ — это ключ самонастройки. За вас никто не будет приходить и вас исцелять. То есть световые цивилизации и вообще те же ангелы и ещё другие структуры — это не те существа, которые внедряются в вас и самостоятельно будут вас вытягивать и исцелять. Самостоятельно вас исцеляет божественная энергия, энергия Земли. Она просто проникает в вас, просачивается без вашего на то ведома. Поэтому многие из вас сейчас не понимают, что с вами происходит, потому что вы подвергаетесь частотному излучению светом, потому что происходит эволюция и нет какой-то свободы воли у людей. В то же время она существует, но в плане эволюции всей Земли её нет, потому что есть частотный диапазон, он повышается, Земля подвергает всё излучению светом, и вы просто подвергаетесь этим энергии. И ключ — это ваша собственная самонастройка в плане самонаблюдения. Чтобы самоисцеляться, вам нужно научиться отслеживать своё дыхание, чувствовать своё тело и быть постоянно в состоянии самоосознающего существа, который чувствует своё дыхание и импульсы в теле, и чувствует свои эмоции, и отслеживает свои мысли. Когда вы постоянно практикуете самоисследование, вы возвращаете себе вот этот фокус внимания, и когда вы полностью научитесь себя самоосознавать, вы сможете эту энергию направлять на определённые части тела и исцеляться. Это с практикой приходит. За один день вы не можете это сделать. Только единичные случаи людей, у которых есть эта способность, она просто разворачивается, потому что они могут быстро входить в состояние транса. Другим же людям нужно определённое количество времени. Но если вы ставите намерение, у вас есть ещё и поддержка. Помните, что вас поддерживают не только световые цивилизации, но вас поддерживает сам Бог, сама жизненная сила света. И если вы идёте в этом потоке, вы просто запускаетесь в этот бесконечный механизм самоисцеления. И четвёртый ключ — это ваше внутреннее спокойствие. Сейчас людям нужно именно спокойствие, и его можно найти только внутри себя, выбрав спокойствие своим состоянием. Уйти из игры. Что значит уйти из игры? Зачем вообще существует всё это? И почему многие люди часто сейчас говорят о том, что они страдают и им хочется вернуться домой? Вернуться домой — это подключиться в поток света. Это не значит улететь с этой планеты. Это первое, что хочется вам протранслировать. Второе — это там, где находится световая цивилизация и то, какие она имеет тела, — это не лучшее место. Это просто другое измерение. И ваше измерение, оно тоже прекрасное, потому что многие даже световые цивилизации и существа этих цивилизаций приходят сюда и забывают о своём существовании там для того, чтобы получить этот опыт. Но из-за того, что сейчас планета эволюционирует, многие люди, в принципе вся планета, должна перейти в тот же частотный диапазон, что и световые цивилизации, диапазон любви, единства и благости. Когда вы, например, говорите, что вы страдаете, что вы устали, вы видите иллюзорность мира, это говорит о том, что вы достигли определённого уровня развития. Если вы себя вспомните ранее, то когда-то вам нравилось просматривать телевидение, вам нравилось получать какой-то вкус от каких-то продуктов, которые сейчас вы просто чувствуете, отторжение от них. То сейчас, когда вы достигли пика эволюции, вы ищете учителей, вы ищете книги, вы страдаете, вы спрашиваете, почему тот мир, который раньше казался вам интересным, сейчас неинтересен. А это просто эволюция. Это так, как в детстве, когда вы играли в машинки и в куклы. В каком-то возрасте вы видите, что это неинтересно, и более того, вы готовы даже это выбросить. Когда вы доходите до точки, что вам уже неинтересна та игра, в которую вы играли, неинтересно смотреть то, что вы смотрели, неинтересно хотеть то, чего вы хотели, сначала пропажа интереса, потом происходит пустота. Это вот так происходят этапы эволюции и пробуждения. А на третьем этапе происходит страдание. Почему? Потому что интерес пропал, но осталось воспоминание того опыта в клеточной структуре, осталась эта плотность. А вы уже частотно повышаетесь, и происходит внутри боль, дискомфорт, жар, холод, покалывание. Многие из вас жалуются на то, что есть симптомы, то головокружение, то ещё что-то. Это нормальный процесс, когда энергия Света Божественная входит в вас, а старые системы, они просто ещё очень плотны, и они как стираются этой новой энергией. Вот эти ваши воспоминания, ваша старая система, старые ваши желания. С одной стороны, вы чувствуете, как они вам уже просто неприятны, не нужны. И вот эта вот боль и обострение того старого, которое в вас просто не вмещается уже, тот опыт вам просто не нужен больше. И новые энергии зачищают вас, очищают, наполняют, повышают, и вы чувствуете этот контраст. И вам даётся сейчас послание для того, чтобы вы поняли, что вы можете облегчить этот процесс тем, что вы входите в доверие к световым цивилизациям, доверие к космическому потоку света, в доверие вообще своему сердцу. А люди, которые боятся кому-то доверять, они просто не настроены на сердце. Когда вы настроитесь на своё сердце и поймёте, что вы можете довериться ему, вам будет легче, потому что вам не нужно искать кого-то снаружи. Потому что когда вы чувствуете Любовь в сердце, вы понимаете, что вот оно внутри доверие. Доверяя своему сердцу, вы его открываете. И когда оно открывается, автоматически в него входят те каналы, которые являются безусловной Любовью. Так входит канал световых цивилизаций на уровне общения. И многие люди часто сейчас начали задавать вопросы, а почему тогда световые цивилизации не входят в прямой контакт? Они входят, но вам уже говорилось, что они выглядят не так, что вы можете увидеть их двумя глазами. И у них нет речевого аппарата. Хотя у некоторых световых цивилизаций он есть, но эти цивилизации немножко другого уровня. Те же световые цивилизации, которые участвуют в эволюции сознания человечества, не имеют речевого аппарата. И с ними можно общаться только на уровне сердца. Как происходит общение? В сердце попадает импульс. Вы чувствуете Любовь, вы чувствуете безусловность. Эта энергия поднимается в ваш мозг, потому что вы пока воспринимаете мир логическим умом. В ваших мозгах распаковывается это на человеческую речь, на человеческую мысль. И эти обязательно послания чувствуются как что-то приятное, как доверие, как спасение, как освобождение. И если вы это чувствуете, значит, с вами общаются именно ангельские существа. Так вы можете научиться понимать, что вот эта информация приходит от света, входит новый виток эволюции, когда люди просто напрямую будут входить в контакт со световыми цивилизациями. А дальше, когда люди уже будут подготовлены, они уже просто слышат, как общается с ними Дух Света. То есть их Божественное Я, их вообще в принципе Бог, Свет, Единое Поле, Высший Разум. И тогда произойдёт этот скачок. Раньше были правители, от которых зависит судьба страны. То сейчас судьба вашей цивилизации не зависит ни от кого конкретно. Ваше будущее зависит индивидуально от каждого из вас. Нет сейчас идеи, чтобы тыкать пальцем на кого-то. Вы можете только подойти к зеркалу, посмотреть себе в глаза и сказать, вот этот человек, который ответственен за ваше будущее. Независимо даже от того, что будет с другими, ваше будущее будет таким, каким вы его построите. Вы будете либо в раю, либо там, где вы захотите остаться. И смысл в том, что будущее всей цивилизации будет зависеть от совокупности людей в их целостном внутреннем состоянии. То есть если все люди будут в свету, в любви, и вы войдёте в независимый космический союз световых существ. И смысл будет в том, что вы будете уже в одном поле с этими существами. То есть если сейчас вы можете только чувствовать это как послание или периодически слышать какие-то интуитивные сигналы, то потом это будет единое поле бытия. Вы будете в том же частотном диапазоне, просто у вас будут такие тела, такие формы, вы будете ещё иметь речевой аппарат, но вы сможете чувствовать и общаться со многими существами света. Таким образом, вы либо останетесь на Земле, либо, если вы захотите, познать опыт на других планетах. Это будут именно световые планеты, потому что Земля станет планетой света. И здесь с одной стороны будет свобода воли, а с другой — нет, потому что есть сейчас тотальный свет, и никого не спрашивают, хотите вы быть светлым или нет, потому что свет всех подвергает воздействию. Это эволюция. Потому что вот когда светит солнце, оно не спрашивает на вас, хотите вы или нет, вам просто жарко, и оно на вас светит. Так вот происходит сейчас с планетой Земля. Вибрации повысились. Но будет существовать свобода воли, вы сможете выбирать либо распад и новое воплощение на других планетах, либо же мутацию тела, и останетесь на этой планете, или мутация тела, и вы войдёте в другую планету, если ваше тело очень сверхмутирует, перейдёт ещё в какую-то форму. Это всё положительные изменения. У существ световых цивилизаций, у которых отсутствуют речевые аппараты логика, существует восприятие на очень широком масштабе, на масштабе осознания не только своей планеты, но и осознания других галактик, и систем, и чувствования других планет на очень большие расстояния. Передать логически словами их частотный диапазон вообще очень сложно. В стопроцентности это невозможно. Передаётся один процент для поддержки людей в эволюции. Логика никогда не обгутает и не познает эту цивилизацию. Поэтому многие из вас выбирают для себя переход в высшие цивилизации света, чтобы познать уже в полной мере эту цивилизацию и даже стать, например, одним из них. Хотя многие из вас являются представителями этой цивилизации световой, хотя вы просто выбрали для себя опыт забывания. И сейчас время из-за того, что планета эволюционирует, вы вспоминаете. Может, многие из вас просто даже чувствуют себя частью этой семьи. И это чувство возникает как безусловная любовь. Как же просить помощи у света цивилизаций и как же с ними быть в контакте? Мы уже говорили, что они в безусловности, поэтому открывая сердце, входя в безмолвие, важно замедлить мыслительные процессы, удлинить вибрацию, тогда вы их можете чувствовать. У них отсутствует даже чувство разделения. Они не чувствуют себя высшими, у них нет эго. То есть они без эго-структуры. Эго-структура есть только у людей. Механизм отождествления, вот этот мозговой процесс, который происходит как «я» и повышение или понижение, превосходство или унижение, это всё отсутствует у них. Поэтому, когда вы к ним обращаетесь, вы не можете с ними общаться логикой. И когда вы включаете механизм любви, вы просто настраиваетесь сердцем, вы просто доверяете, вы просто посылаете любовь и радость свою, а в ответ вы получаете импульс такой же любви и радости. И какие-то сигналы выведения вас из старой системы. Они это делают, потому что чувствуют безусловный свет. Поэтому, когда вы к ним обращаетесь, это не молитва «помогите мне», это не разговор, когда вы говорите «вот, придите ко мне, световые цивилизации». Вы так никогда ни ангела, ни световую цивилизацию не включите. Вы вообще должны перестать говорить. Вы должны просто чувствовать, вибрировать. Вы должны играть душой, без слов, чувствовать потоки энергии, включать своё сердце. И тогда вам могут присоединяться импульсы. Если у вас есть запрос внутри какой-то определённый, у вас просто развернётся в голове логическая какая-то, уже на вашем языке, карта ответов на то, как двигаться в вашей реальности. Вот так вот вы можете общаться с ангелами и со световыми цивилизациями. Более того, ангелы же являются по своей сути световой цивилизацией, хотя люди наделили их какими-то идеями. И с ангелами такое же общение. Дело в том, что ни ангелы, ни световые цивилизации не выполняют эгоистических структурных желаний. В основном они выполняют желания, исходящие из сердца. Поэтому если вы говорите «я хочу…» Знаете, как ребёнок топает ногами, «я хочу ещё одну машинку, мне одной мало», например, от идеи, а не от радости уже, от каприза, от эго, то такие желания не исполняются, потому что они не исходят из сердца. Поэтому световые цивилизации выполняют только то, что вибрирует на желании любви. То по своей природе все мы должны общаться на уровне чувств, а не на уровне эго. И планета именно в это движется. И в будущем вы войдёте в этот космический союз независимых существ света. Будет одна сеть высшего разума света — Бога, который является высоковибрационной субстанцией, Творец. И Земля — это поле света, поэтому вам нужны обновлённые тела, они сейчас перепрошиваются. Отпустите напряжение, просто впустите свет. Световые цивилизации осознают, как вам тяжело, поэтому они посылают облегчающие программы для вас и напоминания, чтобы вам было легче пережить этот процесс, потому что трансмутация не является приятной для эго. Но другого пути видоизменения нет. Но есть просто механизмы облегчения, которые приходят к вам в виде медитации, мантры. То есть эта информация просто просачивается со всех сторон, чтобы помочь вам как поддержка. Так что помните, что самоисцеление зависит от вашей настройки. И ваше будущее зависит только от вас. Не ищите снаружи, ищите внутри. Но знаете, что у вас есть поддержка, вы можете к ней подключиться. Вы любимы. Вы можете доверять свету. Доверяйте сердцу, настраивайтесь. И будьте счастливы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok